картина знакомая каждому очереди к врачам в больницах и поликлиниках кажутся бесконечными а если у вас на руках ребенок то ожидание превращается в настоящее испытание не только для родителей но и для малыша а теперь представьте что к одному и тому же врачу записаны и взрослый и ребенок не просто к терапевту от психологу родители детей с аутизмом и синдромом дауна бьют тревогу недавно в минздраве предложили объединить детского и взрослого психолога александра миличкина встретилась с теми кому эта инициатива не по душе этому столичному реабилитационному центру нет еще и года но сюда уже очереди многие родители приходят сюда за квалифицированной помощью для своих особенных детей идея открыть такой центр пришла салтанат калеевой многодетная мама у нее четверо детей а после рождения особенного ребенка столкнулась с тем что учреждений где могут помочь не хватает тем более что у салтанат соответствующее образование она несколько лет работала медсестрой и массажистом не сам ребенок особенный как бы идея уже давно была такая но все как-то не решалась то что это такая ответственность все-таки ложится там не только за своего сына ответственность несешь да еще и за столько детей вот сейчас 70 детей до за каждого ребенка конечно в этой трудности очень много начиная от помещения я эту историю повторяю как да но это такая вот действительно такая добрая женщина которая вот она просто не глядя отдала всю свою мебель мы вот один раз взяли на 4 миллиона сейчас мы ей должны 4 миллиона салтанат открыла реабилитационный центр не одна ей помогла алия ахметова она также воспитывает особенного малыша у ее шестилетнего сына аутизм в прошлом алия педагог и юрист но после рождения первенца все свое свободное время посвятила ему а после уже и другим таким же деткам сейчас в этом центре 70 детей насколько кропотливая тяжелая работа они знают не понаслышке и все бы ничего если бы не реформа в здравоохранении по объединению специальностей психиатрия и детская психиатрия давайте представим очередь до сидят взрослые больные с психическим допустим нарушением сидят дети особенные наши дети с трудом выдерживают очередь писать и что это будет потом с другой стороны я не понимаю вообще взрослый психиатр должен понимать детскую психиатрии как это вообще будет происходить вот в моем понимании потому что симптоматика разное поведение разное лечение разная коррекция разная это приведет наверное к полнейшему краху наверно приведет всех всем нашим детям это как-то вообще грубо вообще по отношению к детям вообще вот эта вот идея объединить детскую психиатрию со взрослой психиатрии это такая не знаю необдуманная какая-то мысль это с учетом того что по оценкам экспертов казахстане около 300 тысяч детей с задержками развития речи и признаками аутизма по словам председателя национальной ассоциации аутизм казахстан нургуль болтабаевой сегодня в стране только официально зарегистрировано порядка четырех тысяч детей с диагнозом аутизм мы когда услышали что готовится изменение в приказ министерства здравоохранения об утверждении номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей было инициировано исключить детскую психиатрию и объединить детского и взрослого психиатра мы как родители и как гражданское общество категорически не согласны с таким решением взрослый психиатр не может знать особенности развития детского организма а также их возрастных изменений на протяжении всей своей практике наблюдал только взрослых людей он не может с точностью определить этот диагноз поскольку он с детьми не работал почему произошли такие изменения с чем это связано эти и другие вопросы мы отправили в министерство здравоохранения экономия бюджета или нехватка кадров следующих выпусках народного контроля наши корреспонденты дадут ответы на все вопросы